20 октября во всем мире поздравления принимают авиадиспетчеры. Эти специалисты обеспечивают безопасное движение воздушных судов в небе и на земле. О Наринмарском отделении организации воздушного движения расскажет моя коллега Алина Ваучейская. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто управляет движением самолетов и вертолетов в воздухе и на земле? Столь ответственная миссия возложена на авиадиспетчеров, начиная от запуска двигателей, заканчивая горизонтальным полётом, пилоты следуют их указаниям. В Наринмарском отделении есть два пункта управления, которые работают с большой авиацией. Это вышка и подход. Первый работает от земли и до высоты полторы тысячи метров. Дальше управление берёт подход, который также взаимодействует с другими центрами – Мурманском, Сыктывкаром и Архангельском. С малой авиацией, вертолётами и самолётами, которые летают по населённым пунктам, месторождением и оленеводческим стойбищем, работает Центр полётного обслуживания. Возглавляет службу движения уроженец Наринмара Сергей Окладников. Как и большинство мальчишек, когда мы в школе ещё учились, мечтали об авиации. Я родился в Наринмаре, а Наринмар, сами знаете, тесно связан с авиацией, поэтому многие мальчишки мечтали о небе. Я тоже пытался поступить в влётное, но не получилось. Перепрофилился на диспетчера. Немножко я знал эту специальность, у меня брат работает в этой же специальности. Поэтому пошёл на авиадиспетчеры. По окончанию рижского училища я в 1984 году пришёл в авиатряд и с тех пор, в общем-то, работаю на одном месте. Важное звено в Организации воздушного движения – Служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, или, коротко, РТОС. Они отвечают за бесперебойное радиотехническое обеспечение полётов и авиационные электросвязи. Здесь также трудятся настоящие патриоты своей профессии и остаются на Крайнем Севере, несмотря на сложности. У нас даже специфика в пределах нашего Наринмарского отделения разная. Наринмар – это одно, а Андерма, Варанды – это вообще другое. Там море, там близость, они находятся прямо по краю моря. Карлского, так что. Ну, нам-то, в принципе, не привыкать. Я не знаю, надо спрашивать про эту тему, наверное, у тех, кто приезжий, работая здесь, и где-то ещё поработал до этого, чтобы сравнить. Но я думаю, здесь посложнее, конечно, работать. Здесь посложнее и с климатом, и со всеми делами, надо ко всему привыкать. Но я думаю, что кто сюда приехал, отсюда, по-моему, по собственной воле-то никто не уехал. Всего в Наринмарском отделении госкорпорации по организации воздушного движения трудится 188 человек. Телеканал «Север» поздравляет всех авиадиспетчеров с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья и благополучия.